Святитель Иоанн Златоуст в 9-й беседе на 1-е послание Коринфянам рассказывает о мучениях в Гиенне, что они бесконечны. Всеми людьми следуется вопрос, будет ли иметь конец огонь гиенский. Христос открыл нам, что этот огонь не имеет конца. Огонь неугасимый, червь не умирает. Марка 9, глава 45 стих. Вижу, что вы содрогнулись, слыша это, но что делать? Бог повелевает непрестанно возвещать это. Укажи, говорит, народу моему, Исаия 58, глава 1 стих. Мы поставлены на служение Слово, и потому мне нужно говорить и неприятное слушателям. Хотя и вопреки своему желанию, но нужно. Впрочем, если хотите, это не будет для вас неприятно. Хочешь ли не бояться, говорит апостол, делай добро, римлянам 13, глава 3 стих. Следовательно, вы можете слушать нас не только без страха, но и с удовольствием. Итак, Христос открыл, что гиенский огонь не имеет конца. И апостол Павел утверждает, что мучения будут нескончаемы, когда говорит, что грешники подвергнутся наказанию вечной погибели. Вторая фессалонкийцам, 1 глава 9 стих. И еще говорит, не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни малаки, царствие Божие не наследует. И к евреям, говорит он, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12 глава 14 стих. Также Христос на слова, не твоим ли именем многие чудеса творили, скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Матфея 7 глава 22, 23 стих. И девы, для которых затворились двери, уже не могли войти. И о тех, которые не питали его, он говорит, пойдут си в муку вечную. Матфея 25 глава 46 стих. Не говори мне, где же справедливость, если мучения не будут иметь конца, когда Бог делает что-либо, повинуйся его определениям и не подчиняй их умствованиям человеческим. Притом, разве это не справедливо, если человек, получивший сначала тысячи благ, а потом сделавший им недостойное наказание, не умудрившийся ни от угроз, ни от благодеяний, подвергается наказанию. Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало еще и в начале тотчас же погибнуть. Но Бог и тогда действовал не по одному закону правды, но вместе и действовало действием его человеколюбия было то, чему мы подвергаемся. Кто оскорбляет человека, не причиняющего ему никакого зла, тот по закону правды подлежит наказанию. Если же кто своего благодетеля, не обязанного ему ничем, но оказавшего ему бесчисленные благодеяния, единственного виновника его бытия и притом Бога, вдохнувшего в него душу, даровавшего тысячи благ и хотевшего возвести его на небо, если такового благодетеля после таких благодеяний не только оскорбляет, но и каждый день огорчает своими делами, то может ли он быть достоин прощения? Не видишь ли, как Бог наказал Адама за один грех? Он, скажешь, дал ему рай и удостоил его своего великого благоволения, но ни одно и то же грешить, наслаждаясь благодеянием или провождая жизнь в великой скорби. То и тяжко, что ты грешишь, находясь не в раю, а среди бесчисленных бедствий настоящей жизни, и не вразумляешься несчастьями. Это подобно тому, как если бы кто делал зло, будучи связанным, Бог обещал тебе благо больше рая, еще не дал их, дабы ты не обленился во время подвигов, но и не умолчал о них, чтобы ты не ослабел в трудах своих. Адам, совершив один грех, навлек на себя смерть, а мы каждый день совершаем тысячи грехов. Если же он, совершив один грех, навлек на себя столько зла и ввел смерть в этот мир, то чему не подвергнемся мы, постоянно живущие в грехах, хотя и ожидающие небо вместо рая? Только это слово и прискорбно для слушателя. Знаю это по чувству, которое сам испытываю, ибо сердце мое смущается и содрогается, и чем более удостоверяюсь в несомненности гиены, тем более трепещу и облемлюсь страхом. Но нужно говорить об этом, дабы нам не впасть в гиену, ни рай, ни древо и растения получил ты, а небо и благо небесное. Если же получивший меньше, я осужден, и ничего не могло оправдать его, то тем более мы, призванные к высшему и согрешающие больше его, подвергнемся нестерпимым мучениям. Представь, сколько времени род наш за один грех остается под владычеством смерти. Просло уже пять тысяч и более лет, а смерть еще не прекратилась за один грех. Притом мы не можем сказать, что Адам слушал пророков, что видел наказание, постигшие других за грехи, что он мог от того прийти в страх и вразумиться этими примерами. «Он был верный и тогда единственный, однако наказан. Ничего такого не можешь представить ты, который делаешь хуже после таких примеров, которую достоился таких даров Духа Святаго. И допустил ни один, ни два и ни три, а блабесчисленное множество грехов. Не смотри на то, что грех совершается в краткое время, и не думай, что потому и наказание будет кратковременное. Не видишь ли, как люди, совершившие воровство или прелюбодеяние один раз и в одну минуту, часто проживают целую жизнь в темницах и рудокопях, подвергаясь непрестанному голоду и бесчисленным родам смерти. И однако никто не оправдал их и не говорил, что так как грех совершен ими в краткое время, то и наказание должно продолжаться соответственно греху время. Но скажешь, так поступают люди, а Бог человеколюбив. Во-первых, и люди так поступают не по жестокости, а по человеколюбию. И Бог так наказывает, потому что Он человеколюбив. По величию милости Его великого и наказание Его велико. Следовательно, когда ты говоришь, что Бог человеколюбив, то тем более доказываешь справедливость, наказание. Если мы грешим против такого существа, посему и Павел говорит, страшно впасть в руки Бога живаго. Евреям 10 глава 31 стих. Вникни, увещевая вас в силу этих слов. Может быть, вы получите отсюда некоторое утешение. Кто из людей может наказывать так, как наказывал Бог? Наведший потоп и истребление человеческого рода, а немного после, одождив с неба огонь и истребив всех жителей Содома. Какое человеческое наказание может сравниться с таким наказанием? Не видишь ли и здесь почти бесконечное наказание? Прошло 4000 лет, а наказание содомлян доселе остается в силе. Как велико человеколюбие Божие, так и наказание его. Притом, если бы Бог заповедал что-либо трудное и невозможное, то иной мог бы слаться на трудности и заповеди его. Если же он заповедует весьма легкое, то что мы можем сказать, не заботясь и об этом? Разве ты не можешь воздержаться и сохранить девство? Можешь, если захочешь. В чем обличают нас те, которые исполнили это? Но Бог не употребил против нас всей строгости. Не повелел и не заповедовал этого, а предоставил воле слушателей. Ты можешь быть целомудренным и в браке, можешь воздерживаться и от пьянства. Разве ты не можешь раздать всего имущества? Можешь, как показывают сделавшие это. Но Бог не заповедал и этого, а повелел не похищать чужого и из имущества своего уделять нуждающимся. Если кто скажет, что он не может довольствоваться одной женой, тот обольщает и обманывает себя. В чем обличают его те, которые сохраняют целомудрие и без жены? Разве ты не можешь не злословить, не можешь не клясться? Напротив, труднее делать это, нежели не делать. Какое же мы имеем оправдание, когда не исполняем столь легкого и удобного? Не можем представить никакого оправдания. Из всего сказанного очевидно, что мучение будет вечно. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.